Итак, друзья, хочу сегодня, давайте помолимся и будем сегодня проповедь, я верю, что она будет хорошая, нужная, такая полезная для этого времени. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня благодарим Тебя, славим Тебя, возвеличиваем, превозносим, величаем Тебя, Господь, и сегодня мы хотим слышать Твое Слово, нам нужно Твое Слово, нам нужно слышать Твое Слово, нам нужно слышать Твое Слово, нам нужно слышать Его каждый день, нам нужно слышать Его сегодня, завтра, вчера, послезавтра, нам нужно слышать Его всегда, Господь, потому что только Твое Слово, оно живо, оно действует, Оно острее всякого обоюдоострого меча. Это Слово, Господь, проникает в самую сущность каждого из нас, и оно делает нас, Господь, такими, какими Ты задумал нас, такими, какими Ты придумал нас, увидел нас, такими, какими Ты замечтал каждого из нас быть в своем сердце. Господь, мы молимся Тебе сегодня, чтобы Духом Твоим Святым Слово Твое, Господь, изменяло и преображало сегодня наши сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хочу сегодня, друзья, проповедовать. Тема проповеди звучит сегодня следующим образом. Выстоять, преодолев все. Вот почему я говорил, что песня прям похожая, ну вообще прям к тему. Выстоять, преодолев все. Кто мне сегодня поможет? Какой сегодня у нас день войны? 125-й. Тоже плюс-минус, да? Саша, молодец, главное уверенно сказать. И все считают, что 120-й. А? Представьте? Да, так это еще на фронте не были. Не бодрит точно. Так вот, друзья, кто из вас, наверное, согласится, возможно, кто-то из вас согласится, что все-таки война сейчас и обстоятельства, через которые мы проходим, в которые мы попали, они являются определенным вызовом. Ну, определенный вызов в этом есть. Знаете, в Америке есть такая штука, называется Гранд Каньон, большой каньон. Что это такое? Вы знаете прекрасно о том, что наша земля, она образовала, ну, если взять геологию, да, там магма это выходит, вулканы, и потом это все затвердевает здесь лава, потом она превращается там в вулканическую почву, а потом идут ветра и воды, ветра и воды, ветра и воды, они вымывают. И вот этот большой каньон, что это такое? Это такой разлом, разлом, не от землетрясения, это разлом, который вымыт ветрами, естественным путем появился за многие-многие, за долгие-долгие годы, он появился. И там есть удивительные разные строения. Там есть скала, которая, знаете, как бублик такая, прямо вот ветром ее так сделала. Если кто-то из вас видел, иногда такие явления бывают, когда скалы обрушиваются в море, потому что вода их подбивает, подмывает и так далее. И я хочу вам сказать, друзья, точно так же, как вот здесь вот на картинке мы видим с вами шторм, точно так же обстоятельства жизни, которые нас окружают, они порой бывают так, вот подбили и все, и осыпается какая-то часть тебя. Она осыпалась, и уже потом ты понимаешь, что ты ничего не сделаешь, ты никак не можешь это восстановить. И вот здесь есть такой даже научный термин, здесь можно проводить какие-то, называется, ирригационные работы. Если вы знаете, на краях обрывов рек высаживают что? Деревья, чтобы они своими корнями укрепляли почву, чтобы она не осыпалась и так далее. И вот я верю, друзья, что сегодня Бог хочет обращаться к нам. 120 какой-то, Саша сказал, пятый, но какой-то день войны. И я верю, друзья, что сегодня есть необходимость и надобность в том, чтобы научиться все преодолев выстоять. Я хочу прочесть нам с вами одно место из Библии. Это будет новый перевод, современный перевод. Послание Ефесянам, 6 глава, 13 стих. Здесь, наверное, будет, не знаю, синодальный перевод, возможно, да, да, синодальный, но я прочту вам в новом переводе. Он чуточку, ну буквально чуть-чуть немножко расшире. Поэтому возьмите все Божье вооружение. Видите, все оружие Божье там, все Божье вооружение. Я когда читал это, вот этот перевод, думаю, о, почти похоже. Нам на фронт нужно много оружия, чтобы устоять. Правда? Точно так же здесь написано, возьмите все Божье вооружение. Но кто же выходит на битву, кто выходит на войну без оружия? Кто же с луком и стрелами против гаубиц и ракет? Нет. Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление. Видите, здесь чуть по-другому. В злой день, а там, когда зло пойдет в наступление. Я вообще думаю, слушай, ну это очень похоже на нашу картину, на нашу историю. И это очень похоже на слова песни. Все, что зло... О, вы поняли? Вот, смотрите. В день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев выстоять. Все преодолев выстоять. Выстоять. Смотрите, друзья. В этом стихе на самом деле заключена огромный христианский смысл. Что означает для меня фраза «огромный христианский смысл» или «глубочайший христианский смысл»? Это значит, что в этой фразе есть принципы или истины, которые позволяют нам проживать жизнь христианина в этом мире. Знаете, я заметил, у большинства верующих людей есть одна проблема. Мы живем в этом мире, как мирские люди. Почему? Потому что все так живут и так проще. Кто согласится, что проще в этом мире прожить, будучи не христианином? Кто согласен с этим? Ну, проще. Это элементарно. Тут не надо никаких усилий прилагать. И я вам хочу сказать, искушение, с которым сталкиваются многие верующие, они, находясь в мирском мире вокруг себя, они пытаются подражать миру. Они пытаются, я верю в Бога, но живу как мирской. В каких-то аспектах мы живем. Так вот, этот стих, друзья, он как раз отражает нам реальность, как быть христианином в мире, который преподносит различные сюрпризы. Мир, который не считается с нашими готовностью или неготовностью, слабостью или силой, он не считается с нами. Кто из вас заметил или обратил внимание, что 24 февраля ночью, там, в 5 утра, не выступил Путин и не сказал, я даю вам 4 часа правительства Украины, я хочу воевать против нас, вы готовы? Вы заметили, что он не спросил? То есть, он просто говорит, я буду воевать, наоборот, враг, когда он хочет воевать, он подыскивает или ищет, или хочет найти момент к наибольшей слабости противника, правда же? И именно по этой причине, друзья, Бог знает, что в этом мире, когда мы будем, Иисус неоднократно предупреждал, он говорит, мужайтесь, вы будете иметь скорби в этом мире, но я победил мир. Он говорил, он предупреждал нас об этом. И вот здесь, в этом стихе, смотрите, он говорит, как раз, я буду, опять же, читать современный перевод, он говорит, в день, когда зло пойдет в наступление. Вы знаете, есть дни, когда зло дремлет, оно дремлет, оно дремлет, оно рядом. Чего оно ждет? Оно ждет, когда вы ослабнете. Я помню эту историю реальную, сейчас дойдем, вернемся к этому, я помню историю реальную. Один человек купил, где-то был на, поехал там за моря куда-то себе, ну за океаны, поехал в путешествие, как всегда, отдохнуть, и купил там, думает, куплю себе небольшую ящерицу. И вот эта ящерица, он пишет, потом описывал сюжет, как-то один раз он поцарапался, это, или, а, он мыл эту ящерицу, или что-то делает, эта ящерица его поцарапала. И он говорит, наверное, была какая-то инфекция, ранка воспалилась, воспалилась, говорит, представляете, это ящерица, милейшее существо, она ходила за мной везде, она, когда я ложился, она подходила, она лежала у меня на груди, она была все время рядом, не оставляла, ни один человек не был рядом со мной милым. А потом, говорит, я однажды, думаю, открою интернет и прочитаю про этот ящериц, про этих ящериц, про этот вид. Он говорит, этот вид ящериц обычно что делает? Они кусают кого-то, свою жертву, а жертва постепенно, инфекция попадает, жертва начинает ослабевать, 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 а они за ней везде ходят и ждут, когда она умрет, чтобы потом ее съесть. Я вам хочу сказать, друзья, точно так же и враг делает. Смотрите, он ждет, он всячески раз, два, три воткнул тебе, разные такие, знаете, посылают по чуть-чуть тебе такие аккуратненькие маленькие копья, тебе посылают и ждет, когда ты ослабнешь, чтобы пойти в наступление. Понимаете, да? Смотрите еще раз, в день, когда зло пойдет в наступление, чтобы ты мог все преодолев выстоять. Я хочу вам сказать, друзья, реальность жизни такова, зло пойдет в наступление. Сегодня оно в наступлении на территории Украины, завтра, возможно, оно пойдет в наступление в вашей жизни, послезавтра, возможно, пойдет в вашей семье, пройдет какое-то время, возможно, оно пойдет в наступление в области ваших детей. Кто-то скажет, а можно так, чтобы не было войн? Можно, но жизнь показывает, что так не бывает. Вы знаете, что за последние сто лет было больше войн, чем за всю историю человечества до этого вместе взятую? Войн и военных конфликтов. Добро пожаловать, их тут будет только больше. Иисус, помните, сказал, в последнее время будут глады, моры, землетрясения и военные слухи. Вот реальность нашей жизни. Так вот, о чем сегодня я хочу с вами говорить? Я сегодня хочу, друзья, чтобы мы с вами разобрали этот стих. Здесь есть три истины, которые нам нужно с вами усвоить. Первая истина. Выстоять или устоять. Устоять. Кто мне скажет, от чего образовано слово устоять? Стоять. Стоять, правда? Смотрите, первая мысль или первое откровение, которое нам необходимо обнаружить в этом стихе, как каждому, как христианину, если ты хочешь выстоять или устоять, тебе нужно, когда зло еще не пошло в наступление, на чем-то стоять. Правда? Тебе нужно стоять. У меня вопрос. На чем сегодня стоит каждый из нас с вами? Что делает нас сегодня сильными? На чем мы стоим? На каком основании мы сегодня стоим? Вы знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, у меня есть редкая такая, наверное, способность. Я помню некоторые вещи, как бы так их вспоминаю. Я помню, например, год назад, два-три года назад, я помню, как многие люди, их наибольшим стремлением было что, кто мне скажет? Комфортная жизнь и так далее. И они на этом стояли. Почему сегодня сложно? Потому что сегодня жизнь изменилась, реалии жизни изменились, и он чувствует, что у него почву из-под ног выбило. То есть основание, на котором он пытался стоять в этот момент, оно не работает, вы понимаете? Вот в чем дело. То есть, когда зло идет в наступление, ты не можешь стоять. Я вам приведу пример из военной жизни. Кто из вас знает, что в 90... Не в 90-м, простите. Кто из вас знает, что в начале 2010-2014 годов, кто знает, какая численность вооруженных сил Украины была? 2010-2014. Она была порядка от 30 до 40 тысяч человек. Знаете, сколько сейчас людей воюют на фронте? 700 тысяч. Недавно, в недавно президент Республики Молдова, она сказала, что если, мы вынуждены признать правду о нашей стране, у нас нет вооруженных сил, они развалены. Их нет. Вы знаете, что после 91-го года, начиная с 95-го или 6-го, в каком году там Путин пришел к власти, с этого года постепенно проводилась тактика, я просто застал это время, был же военным, постепенно производилась тактика уничтожения, планомерного уничтожения вооруженных сил Украины. То есть задача была такая, свести к минимуму, чтобы если надо будет однажды захватить, вот как эта ящерица, помните, ходит за больным хозяином, она его по чуть-чуть, он умирает, умирает, слабеет, 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 она за ним ходит и ждет. И когда он ослабнет, зло пойдет в наступление. Вот почему в 14-м году, кто говорит, Крым отдали. Я извиняюсь, а чем сражаться было? И трехэтажными? А нечем сражаться, друзья, было, вот в чем проблема. И я вам хочу сказать, а давайте теперь перенесем на жизнь христианина, в мирное время, друзья, о чем мы заботимся? Оно нам важно. Мы думаем, вот это надо, он нормально уже, помните, как этот построил в местилище, он говорит, да ты завтра умрешь. Понимаете, устоять имеет основание, на чем ты стоишь. То есть, с чего ты начинаешь, на чем ты стоишь. Друзья, есть такое интересное явление. Если вы знаете, в море есть такие устрицы, знаете, да? И если вы знаете, есть специальные устрицы, ей берут песчинку и подсаживают песчинку в район пищевода, кишечника у нее, кишечника. И она, песчинка, если у вас когда-то бывало такое, застряла крошка какая-то или косточка, было такое, хочется ее чем-то протолкнуть. И вот эта устрица, она пытается ее как-то нейтрализовать. И что она делает? Из своего желудочного сока она выделяет специальное вещество, которое ее обволакивает, 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 и спустя годы появляется жемчужина. Жемчужина. Вот, понимаете, друзья, у нас в жизни примерно получается таким же образом. Мы хотим убрать, когда в нашей жизни все хорошо, мы хотим, чтобы мы стояли на каких-то вещах, которые не доставляют нам дискомфорт. Они не доставляют нам дискомфорт. У меня есть книжка одна написала, она называется «Комфортная вера». Понимаете, почему я писал? Это то, на чем мы стоим. У большинства людей вера проявляется в мирное время вокруг комфорта. Она проявляется вокруг того, чтобы воевать и употреблять обетование для того, чтобы был комфорт. А кто из вас понимает, что вот сейчас в это время нет комфорта? Ну прям вообще его нет, от слова совсем. Его нет, ты не можешь его создать. Ты бы хотел иметь комфорт, но его нет. Почему для многих людей война оказывается трагедией? И не только война. Почему для многих людей сложные испытания или даже несложные испытания порой становятся полной трагедией? Потому что, друзья, основание, на котором мы стоим, когда все хорошо, неправильное. Мы стоим на неправильном основании. То есть мы изначально хотим, чтобы для нас основанием является, чтобы у нас все было хорошо. Но это неправда. Но оно не является основанием. Я много раз об этом говорил. Я знаю, что иногда даже мне говорят, пастор, ну неужели вы не хотите, чтобы у нас все было хорошо? Я хочу. Я лишь говорю о том, что это не является основанием. Понимаете? Когда-то один мудрый человек произнес такую фразу. Хочешь мира? Зачем? Да потому что только если ты готовишься, подготавливаешь себя к сложным обстоятельствам, если ты в мирное время стоишь на правильном, на твердом, прочном основании, то когда приходит шторм, у тебя есть сила выстоять. И ты можешь победить. Еще раз прочитаю вам этот стих. Смотрите, еще раз читаю его в современном переводе. Он очень прост для понимания. Возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление. Какое Божье вооружение у большинства людей, на чем они стоят? Я и моя семья. Мои дети, чтобы у них было все хорошо. Мое обеспеченное будущее. Вы реально читали это местописание? Сейчас мы его дальше прочтем. Там нет такого. Но мы не читаем. То есть мы берем то вооружение, которое не работает. Это же я говорю, все равно, что против ракет выходить с луком и стрелами. С рогаткой. Я Илюше подарил. Мы с пастором Иваном ездили. И когда мы эвакуировали людей, была подбитая техника. Остановились возле одной подбитой техники в Буче. И знаете, что я там нашел в сгоревшем танке? Рогатку. В российском. Я говорю, ну слушай, ну что, они реально думают, что с рогатками победить можно? Реально рогатку? Вон дома лежит теперь рогатка. Помнишь, Сережа, мы тогда ее нашли? Мы думаем иногда, друзья, что есть некое оружие, на котором мы стоим. Послушайте, для некоторых людей это вообще-то какое-то стало такое, знаете, в мирное время это панацея. Ну лекарство от всех бед. Сейчас вот здесь у меня покой, вот здесь покой, вот здесь покой, вот здесь все хорошо. Все. О, молодец, я устроился. Вот теперь я стою крепко на ногах. Кто слышал такое выражение? Я хочу стать крепко на ноги. Слышали? Теперь, пожалуйста, честные люди есть? Что люди в мирное время подразумевают под фразой «крепко стать на ноги». А ну озвучите, что это? Создать источник обеспечения. Построить семью, в которой я уверен. Построить дом. Поправить здоровье. Ну, вы понимаете, друзья? Вот это называют «крепко стать на ноги». Друзья, устоять можно только тогда, если ты стоял. А если ты не стоял, то ты и не устоишь. Вот в чем проблема. И это первый вопрос, к которому мы должны все себе ответить. День злой, друзья, он выносит на поверхность все реалии твоей жизни. И вещи, которые они не имеют веса, ну они и не будут иметь веса. Почему многие ребята, многие люди оказались в шоке, когда наступила война? Да потому что, друзья, ну как бы объяснить. Во-первых, твою привычную жизнь, просто ее вот так вот взяли, порубали в куски, и совершенно непонятно, как ее восстановить теперь. Вы понимаете? Вот в чем проблема у людей. Построить дом, посадить дерево, родить сына. Дом разбомбили, дерево порубали, детей расстреляли. И люди оказались у пустого корыта. У разбитого корыта. Ничего, нечего делать. Я знаю, что в мирное время для многих людей, люди, которые без ума боги, которые говорят, что ты как подорванный, все время там бегаешь, носишься, евангелизируешь, молишься. Знаете для чего? Потому что человек стоит на этом. И когда зло приходит в наступление, в этот момент у такого человека есть шанс, потому что он на чем-то стоит. Кто из вас обратил внимание, что во время войны стало еще проще евангелизировать людей? Кто заметил это? И тот, кто благовествовал до войны, во время войны усиливается и продолжает действовать. Правда? Кто из вас заметил, что возможностей или поводов для молитвы во время войны стало еще больше? Правда? Поэтому тот, кто молился до войны, во время войны в молитве еще усиливается. Смотрите, как легко оказывается. Кто из вас заметил, что во время войны стало возможностей больше жертвовать? Правда? Не только финансы, временем, жизнью. И тот, кто увидел нужду во время войны, стал еще больше. А тот, кто никогда не жертвовал, для него война стала шоком. Он чуть не понимает, что делать. До войны некоторые люди застряли в домах. Вы не могли вытащить их на служение. А что, если бы твой дом разбомбили? Где спрятаться? Ну, как пример. Вы понимаете, друзья? Вот в чем секрет. Человек, который, знаете, я помню, один мудрый человек, один мудрый человек сказал мне как-то, говорит, если служитель или пастор не знает, что делать, пусть закрывает церковь и идет работать. И я понял, что у многих верующих людей с этим проблема. Они когда войны не знали, что делать, все время мыкались, ну что сделать? Так и во время войны они не знают, что делать. Куда бежать? Куда еще сбежать? Сбежали туда. Ой, там плохо. Там они варят борщ без чеснока. А вот в Украине. Так и в Украину. А не могу. А не хочу. А потому что здесь, друзья, здесь нет вещей привычных, на которых мы привыкли стоять. Привыкли стоять, понимаете? Я не знаю, понятно уже это объяснил достаточно, по-моему, это слово. Еще раз. Ты не можешь устоять, если ты вначале не стоял. А стоять можно только на твердом основании. Вторая мысль, которую я хочу, чтобы мы обратили на нее внимание. Вторая мысль. Все, что здесь написано? Преодолев. Я для себя записал, друзья, что преодолеть, это означает, тебе придется пройти многое, многое и даже все. Тебе придется пройти многое. Большинство верующих людей в мирное время. А ну-ка, друзья, а ну-ка, давайте, напрягите извилину. Вспомните на 4 месяца назад. Кто любит трудности? Китайские пионеры, да. Знаете, это китайские пионеры, принцип китайских пионеров. Китайский пионер решает все свои проблемы, потом сам себе создает новые проблемы и с криком «Ура!» их решает. Смешно выглядит в мирное время. Но кто из вас понимает, что в реалиях, друзья, войны мы с вами столкнулись с тем, что нам необходимо все время что-то преодолевать. Нам все время приходится что-то преодолевать. В мирной жизни, друзья, для большинства людей наивысшим критерием благословения является отсутствие проблем. Кто это заметил? Отсутствие проблем для многих верующих порой является даже признаком благословенной жизни с Богом. Кто замечал это? Отсутствие необходимости что-то преодолевать, это вообще круто. Как у тебя дела? Ой, ты знаешь, вообще класс. Смотри, здесь хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо, здесь. Вау, как тебе повезло. Я тоже так хочу. Я знаю, что сейчас многие сестры, женщины, для вас это вообще, я знаю, это табу для вас. Слушайте, я не видел ни одной женщины, внимание, которая бы, когда она идет, и ей в обувь попал камушек, не остановилась бы и не сняла бы ботинок. Я не знаю ни одной такой женщины, по крайней мере. Но я знаю кучу мужчин, которые, знаете, что будет? Он у него попал в обувь камушек, смотрите, знаете, большинство, что будет делать? Струсит его туда, чтобы он где-то там, чтобы не давил, и идет дальше. Ему лень снять этот камушек. Ему лень снять. Ну что, не так? Ну честно, ну давайте будем честны. Ну лень ему снять. Да, подвигал пальцами, подвинул в положение, где он не трет, и пошел дальше. Все женщины практически до одной, они не поленятся, развяжут, снимут, стряхнут, наденут, завяжут. Я не знаю мужчин, которые бы это делали. Недавно рассказываю. Как-то один раз я пошел с моим, с пастором Владимиром Дзюбой. Иду, кроссовок трет. Я думаю, да. Короче, пришел, 6 километров прошли, снимаю, мозоль. Сижу и думаю, не, надо было снять. Ну, хорошая мысль, 6 километров бы назад ее. Я знаю, друзья, что так будет. И вы понимаете, мы, большинство из нас, мы не любим преодолевать. Нам не нравится это состояние. Нам оно, ну, оно нам чуждо, оно нам плохо. Нам не хочется преодолевать. Мы плачем, когда приходится преодолевать в мирной жизни. Что, не так? Как твои дела, сестра? Ой, пастор, так все плохо. Что плохо? Ну, вот здесь сложно, здесь, сложно, здесь. Так, а что плохо-то? Ну, как что? Сложно. Дальше тренер. Сзади. Ты на тренировке, чем ближе к бою, ты постепенно вообще снижаешь нагрузку, да, для спортсмена. И цель такая, за неделю до боя, чтобы он вообще приходил на тренировку, такой, поднял мизинчик такой и все. Да? Ты увеличиваешь нагрузку? Ну, это, я имею в виду вообще, во время лагеря. Ну, мы не убираем нагрузку. Друзья, почему мы решили, что в мирное время целью является, или вообще целью христианина является отсутствие проблем? Где вы это читали в Библии, скажите? Еще раз. Мужайтесь, в мире вы будете иметь... Вы читали Библию? Там же написано так. Почему? Скажите мне, пожалуйста, почему Бог... Я не знаю. Его мудрость, порой я понимаю, что она для нас непостижима. Но скажите мне, почему, как вы думаете, Бог дает возможность нам испытывать сложности в обычной жизни? Ну, вот просто предположите, ну, пожалуйста, подумайте. Можете предположить? Почему? Чтобы сложности сделали нас... Вы понимаете? И когда мы говорим, я не хочу в своей жизни сложности, я хочу жизнь, которая будет отсутствовать сложности, однажды они приведут вас к тому, что когда зло пойдет в наступление, вы просто скажете, ой. И все. И у тебя нет сил. Понимаете, друзья? У тебя нет сил. У тебя отсутствуют силы. Два года назад я сломал себе правую руку. Я, ну, случайно упал, шел, подскользнулся, упал, знаете, как очнулся, гипс. Ну, реально. Я всего лишь, я не помню, две с половиной недели, да, или сколько я носил вот так вот на руку? Ну, у меня лангета такая вот, две или три недели я носил. Слушайте, я не знал, что самым сложным будет, это не боль, это не гипс, нет. Знаете, что было самым сложным? Я разогнуть ее через две с половиной недели не мог. Я беру бутылку пол-литровую с водой, ее поднять не могу за три недели. Я потом начал, мне надо тренироваться. Сейчас, слава богу, восстановилось. Но надо тренироваться, ты должен прилагать усилия. И знаете, там упражнение такое, ты берешь пол-литровую бутылку воды и нужно вот так делать рукой. А я не могу. Я поднять ее не могу. Я так, у меня вот тут боль жуткая. И знаете, что в этот момент надо сделать? Как вы думаете? Бросить бутылку и сказать, зачем она мне надо? Оно мне надо. Положить руку в лангету и сказать, что это я должен напрягаться? Комфортно, нормально, удобно. Хорошо. Что? Никто не трогает. Все. А знаете, что будет через два месяца? А знаете, что будет через десять лет? Эта рука умрет. И она никогда в жизни не будет больше действовать. Ты не сможешь ее действовать. Не потому что, не потому что Бог не хочет этого, а потому что сам Бог, когда Он создал жизнь, Он создал, друзья, для того, чтобы мы проходили определенные моменты. Вы понимаете? Кто-нибудь из вас когда-то видел срез дерева? Кто видел срез дерева? Там есть годовые кольца. Знаете, как определять, сколько лет дереву? Смотрим, считаем количество колец. Если вы заметите внимательно, некоторые кольца бывают светлее, а некоторые темнее. Кто знает, что означают темные кольца? Они означают суровую снежную зиму. И в этот год, когда была более суровая, более снежная зима, кора этого дерева становилась жестче, тверже и тоньше. Чтобы защитить дерево. Но на самом деле, знаете, что означают эти срезы? Они определяют способность дерева противостоять ураганам и ветрам. И дерево, у которого было больше твердых, жестких, темных этот колец, оно менее подвержено тому, чтобы во время урагана сломаться. Вот в чем секрет. Поэтому на самом деле, суровая зима, это не трагедия, это не проблема. А суровое обстоятельство в жизни, это лишь возможность и благословение от Бога, чтобы нас укрепить и сделать сильнее. Потому что Бог хочет, чтобы мы могли все преодолеть. Для многих верующих, знаете, что означает фраза «все преодолеть»? Это означает, Бог в благодати своей уберет все из моей жизни плохое. Это вверх, это топ, это мысль, это топ откровения. Оно должно уйти из моей жизни. Вы понимаете, друзья, что так оно не работает? И третья мысль, очень важная, друзья, это вот в этом стихе написано, еще раз. Когда зло пойдет в наступление, и все преодолев выстоять. Вот смотрите, выстоять, друзья, выстоять, это означает, многие люди, когда речь идет о том, чтобы выстоять, они относят это больше к своим личным способностям. Кем мы восхищаемся? Мы восхищаемся теми людьми, которые смогли выстоять. Например, если боксер, был такой боксер, уже покойный, к сожалению, Артура Гатти, помнишь? У него была такая трилогия, три боя подряд было с Микки Уордом. И вы не представляете, это бой был, чтобы вы понимаете, они так, знаете, они ходили вдруг вокруг, там ударили чуть-чуть. Это был бой, во время которого, по-моему, если не ошибаюсь, у Микки Уорда, у него дважды была разорвана барабанная перепонка, ухо было в каждом бою разорвано, переломаны носы в четырех местах, челюсти сломаны. Просто, ну это бойня была, друзья, это реальная бойня была. Послушайте, и когда люди смотрят, они восхищаются боксерами, они говорят, молодец, выстоял, не упал. О чем они говорят в этот момент? Скажите, о личных способностях этого человека. А теперь послушайте внимательно. Давайте еще раз прочитаем, друзья, прочитаем внимательно этот стих. Еще раз читаю. Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им. Чем им, скажите? Или своими собственными силами? Выстоять, друзья, выстоять, как ни странно, это не о твоих личных способностях, а о твоей способности оказаться бессильным без Бога. Послушайте, выстоять в день злой, выстоять, это означает, что у тебя есть способность обладать Божьим оружием. Обладать этим Божьим оружием. Научиться им пользоваться, уметь им пользоваться, быть слитым, быть воедино с этим оружием. Я недавно поехал вот к брату нашему, Валерию, поехал, там что-то ему отдать, ну какое-то из вооружения, экипировки. Четверг. И я говорю, слушай, я приду, он говорит, да, я выйду, то-то-то. Он говорит, у нас четверг, слушайте, это четверг. Они никуда не едут, они на никакой войне пока, они здесь еще в Киеве. Происходит, называется, боевое слаживание подразделения. Ну это такое условно-боевое, то есть, и у них один день в неделю. Они одевают на себя всю экипировку, и с подъема до отбоя они ходят в этой экипировке. В бронежилете, в каске. Кто-то скажет, да зачем в нем ходить? В этой каске что, стреляют что ли сейчас? Как вы думаете, вопрос, зачем люди ходят целый день, с утра до вечера в этом? Они привыкают. Они привыкают к этому вооружению. Смотрите, и когда у тебя есть привычка быть в этом вооружении, когда приходит день злой, для тебя это вооружение не является чем-то новым, чем-то чуждым. Вспомните, друзья, историю Давида. Помните историю Давида? Приходит Давид сражаться с Голиафом. Что первое предложил ему Саул? Кто помнит? Свои доспехи. Он говорит, одень. Одевает их Давид, ходит, ходит, ходит и говорит, слушай, я в них не смогу сражаться. Говорит, я в них не дойду, я не добегу до этого Голиафа. Я помру где-то на полпути. Он говорит, давай я возьму то оружие, которое мне привычно. Друзья, знаете, почему многие верующие падают, когда зло переходит в наступление? Потому что для них это вооружение Божье является непривычным. Они не привыкли к нему, они не привыкли с ним, ну, они им не пользуются в обычной жизни. Потому что самым главным признаком Божьего благословения в мирной жизни для них является отсутствие проблем. Нет проблем. Не надо браться за оружие, правда? Зачем тебе оружие, если у тебя нет проблем? Ну подумайте сами, о чем... Хорошо, есть искренние, честные люди здесь в зале, есть? Теперь признайтесь, пожалуйста, о чем большинство из нас с вами молилось, когда все было мирно? Что мы просили у Бога? Чтобы избавил нас... В общем, суммируйте, в общем. Чтобы избавил нас от проблем. От лукавого мы говорим. Все проблемы от лукавого, избавь меня от лукавого. Но вы понимаете? Ой, пастор, так тяжело. Что-то я молюсь, но Бог не отвечает. Так слава Богу! Слава Богу, что Он не отвечает, потому что Он проводит тебя, чтобы, когда зло перейдет в наступление, ты, мол, все преодолев, выстоять. А выстоять ты можешь только тогда, когда твое оружие отточено. Когда твое оружие отточено. Знаете, в древность была такая интересная одна штука. Смотрите. Когда выковали меч. Меч из железа, вы знаете. И вот, когда выковывали меч, меч, рукоят меча, всегда обвязывали кожей. И почему кожей? Потому что задача кожа и кожа человеческая, они более близки, чем металл и кожа человека. И задача была, они сражались, они дрались этим мечом, били там всякие манекены, дерево и так далее. Знаете, какая цель была основная? Не только отточить удар, угол, силу, скорость там и так далее. Нет. Задача была одна из, чтобы рукоять, она, как объяснить это правильно? Как? Не, не, чтобы она приобрела форму руки. Чтобы они стесались. Помните, когда один из храбрых у Давида, у Давида написано, он сражался целый день. И написано там, вот такая интересная деталь. К концу дня прилипла рука его к рукояти меча. То есть кожа рукояти срослась с кожей руки буквально, вы понимаете? Они между собой, их тяжело было отделить уже. Вот в чем вопрос. И друзья, если в мирное время мы с вами не способны пользоваться этим всеоружием, то когда зло придет в наступление, ты не можешь им пользоваться. Вот в чем дело. Вот в чем вопрос. Кто-нибудь стрелял когда-нибудь в тире из вас? В тире кто-то стрелял? Давайте я вам объясню. Правда жизни такова. Мы все уверены абсолютно, это ложь, это иллюзия, это фейк. Мы все уверены, что если соединить вот так и вот так, соединить с этим, то ты попадаешь в цель. Ничего подобного. Каждое оружие имеет свою кривизну. И некоторые, знаете, как ты стреляешь? Ты берешь мишень, ты делаешь, а потом я смещаю умышленно влево-вниз, потому что я знаю, что если я стрельну так, то у меня уйдет сюда. А если я смещу вниз, то есть ты не можешь ничем это исправить. Ты просто знаешь, что тебе нужно стрелять чуть ниже левее. Кто-то в курсе об этом? Стреляли? Ну так, Сережа, или нет? Ну так оно. То же самое, когда ты знаешь, ты, когда у тебя есть все оружие Божие, и ты им сражаешься, когда все хорошо, послушайте, когда зло переходит в наступление, ты знаешь, как молиться, ты знаешь, как паститься, ты знаешь, как стоять на коленях, ты это знаешь. У тебя есть к этому навык. У тебя есть к этому навык. А так, у тебя нет навыка. А так у тебя, ты говоришь, что там, благовествовать надо? А это как? А что такое, бывает? А ты давно сестра верующая? 25 лет. А ты что, никогда не благовествовал? Нет. А что такое делают иногда? Так а мы делаем все время это в церкви. Да нет, ну у меня в обычной жизни просто на это время. Поймите, у меня же ребенок, мне же некогда этим заниматься. Глупостями. Я все время думал, кто там Тоня ходит, пастор Ван, им же делать нечего. А у меня есть другие дела. Послушайте, прими или возьми для себя все Божье вооружение. Давайте прочитаем 14 стиха. Ефесянам 6, 14 стиха. Что это за всеоружие? Первое. Встаньте твердо, подпоясавшись поясом истины. Друзья, давайте будем честными. В обычной жизни мы склоняли эту истину, в мирное время мы склоняли эту истину направо и налево. Каждый истину под себя что делал? Подстраивал. Но пришло время, когда ты понимаешь, либо она такая, либо она такая. И все, она другая не работает. Подпоясав чресло твоей истиной, истиной, такой, какой она есть у Бога. Такой, какая она есть, повторяюсь еще раз, у Бога. Нет другой истины. Ну, у каждого своя правда. Вы верите по-своему, а я верю по-своему. Нет, это в мирное время ты веришь по-своему. Когда зло перейдет в наступление, ты поймешь, что по-твоему истина не работает. А я не вижу в этом проблемы, пастор. Вы видите, а я не вижу. Окей, подождем. Когда зло придет в наступление, ты поймешь, что работает все только так. Что грех является грехом, а ложь является ложью. И все. Смотрите, друзья. Недавно смотрел интервью. Так, знаете, думаю, ну надо же быть осведомленным. Посмотрел интервью министра иностранных дел соседней северной страны. И знаете, что я понял? Мы же нацисты, которые обстреливаем собственные города, насилуем женщин, близлежащих возле Киева городов. То есть, когда сюда пришла русская армия, мы такой думаем, как же нам их лучше победить? Пойду изнасилую женщин в Ирпине. Свою украинку. Вы не в курсе об этом? Это же мы обстреливаем свои города. Смотрите, нам сильно думаем, ааа, Мариуполь. Что это ты там стоишь возле моря? Ах, наконец-таки руки развязали мне, пойду его развалю. Вот что мы, оказывается, делаем. Ложь или нет? А для него это правда. Понимаете, в мирное время, друзья, большинство из нас истину мы вот так извращаем под себя. Поэтому, что мы удивляемся, когда приходит сложная проблема? Нас нет сил противостать, потому что нет истины. Что такое истина? Истина – это то, как сказал Бог, и только так. По-другому не может быть, но нет другой правды. Вы понимаете, она такая, какая она есть. Дальше написано. И облегшись в броню праведности. Опять же, от слова правды. Как Бог видит меня? Ой, у меня ничего не получится, сейчас война, сейчас все плохо. Серьезно, оденься в броню праведности. Потому что в этой броне праведности ты понимаешь, что твое будущее, оно не на этой земле, а твое будущее где? В вечности. Бог искупил нас для жизни на этой земле или для жизни в вечности? Он искупил нас, заплатив цену своей крови, пролив свою кровь для жизни в вечности. Это правда обо мне. Это праведность Божья, которую я на себя делал. Поэтому я сегодня живу для вечности. Вот почему мы читаем в книге Осия, да, по-моему, Осия, где он говорит, даже если не станет овец, авакум, простите, даже если не станет овец в загоне, даже если виноградная лоза перестанет давать плод, но и тогда я буду, что делать? Славить Бога моего. Почему, друзья? Да потому что я осознаю, что я рожден был свыше не для того, чтобы на этой земле теперь хух. Я рожден свыше был, чтобы жить теперь в вечности. И это броня, которую невозможно пробить. Вы понимаете, ее не пробьет ни оккупация, ничего ее не пробивает. Потому что ты понимаешь, что ты живешь для вечности. Вот почему христианин. А ты не знаешь, какие обстоятельства происходят в нашей стране? Знаю. Просто я живу для вечности. Я делаю то, что надо сделать, но живу я для вечности. Кто понимает это? А кто понимает, друзья, что если ты не привык к этой бронеправедности, пока все было мирно, то когда приходит зло в наступление, в этот момент поздно пить боржоми. Камни не выходят. Понимаете? Следующее, что написано, 15 стих. Какое еще все оружие? Обувь ноги в готовность благовествовать мир. Когда нужно обуваться? Когда ты уже отошел на 180 километров, ой, я же забыл обувь одеть. А теперь, ну давайте честно, это риторический вопрос, не надо на него отвечать. Кто из вас, сами себе задайте этот вопрос, кто из вас в мирное время, друзья, не очень парится о том, чтобы в эту обувь быть готовым, ну, быть обутым? Не надо отвечать, еще раз говорю, мне, себе ответьте на этот вопрос. Поэтому, друзья, вы понимаете, очень сложно, когда приходит день зло. Я помню, когда у нас вот эта эвакуация была, когда мы вывозили людей. Вы знаете, мы их называли, для нас это называлось не эвакуация, а называлась евангелизационная поездка. Помнишь, Сережа, как мы молились всегда, когда остановились перед поездкой? Господи, дай нам людей, с которыми мы можем, которыми мы сможем благовествовать. Примерно это выглядит так. Мы ехали где-то 20 часов, или там, ну, с учетом ночевки, 30 часов вместе. И это было такое, знаешь, ты садишься, у меня садится 4 человека, и всю эту дорогу мне нужно с ними о чем-то говорить. И знаете, о чем мы говорим? Не о том, какие русские плохие, не о том, какие скидки в магазинах, они закрыты, не о том, что черешня подорожала, ее нету. И им все равно, если честно. А что их интересует? Как дальше? Что делать? Мне плохо. И знаете, о чем тебе надо с ним разговаривать? О Христе. А если ты давно не одевал эту обувь, или никогда ее не носил, то евангелизация выглядела бы примерно так. Ну, вы это, короче, ну, молитесь. Только Бог вам поможет. Ну, все, пока. Аминь. А тебе надо с ними о чем-то говорить. Так, а я же это, как бы, не умею евангелизировать. А их это не интересует. Потому что тебе надо с ними о чем-то разговаривать, понимаешь? Им плохо, им тяжело. Эта бабушка, у нее слезы текут в глаз. Просто они текут, и все. Всю дорогу текут слезы с глаз. Потому что она все время, она понимает, как она жила, как она жила, как ей было плохо. У нее глаза, она приходит вот так вот. Садится в машину. У меня одна бабушка до Винницы. Она думала, что мы везем ее сдавать на органы. Бабушка. Я вам серьезно говорю. Она через... А какой мы населенный пункт проезжаем? Я говорю, это Сквыра. Я проезжаю Сквыру. Я в конце, если честно, вообще думал, говорю, вы не корректировщица огня? Что она, знаете, любой населенный пункт. Что за населенный пункт такой? Она хопает, докладывает. А потом уже, когда остановились, она говорит, сынок, говорит, пойми. Говорит, я же вас не знаю. Говорит, а столько историй, что переселенцев воруют, на органы сдают. Я говорю, я капеллан, я пастор, я священник. Не работает. Знаете, чему она поверила? Когда я начал проповедовать, рассказывать, и когда мы помолились вместе с ней на одной из заправок, говорит, я успокоилась. Говорит, я поняла. Вы свои. Обувь, обувь ноги в готовность благовествовать мир. Когда это надо делать, скажите? Пастор, я вот сейчас заработаю, сейчас построю, сейчас ребенка воспитаю, я потом пойду. И все. И денег нет. Не фартануло. Следующий, 16 стих, давай. Нормально пока, да? Все еще терпимо. 16 стих. А более всего, мне нравится вот это, более всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. А что такие бывают? Послушайте, друзья, в обычной жизни раскаленных стрел достаточно. Ты проснулся утром, не сложилось то, то, то. Идешь, молишься. Это щит твоей веры. Ты молишься, ты веришь, и ты побеждаешь. Сколько нужно прощать, Иисус сказал? В день? Регулярно. Правда? То есть, между 7, 490 раз. Слушайте внимательно, а вы никогда не задавали себе вопрос. Зачем мне нужно прощать человека 490 раз? Может, проще вообще плюнуть на него? Зачем такой спутник? Потому что 490 раз твой щит веры угошает раскаленные стрелы лукавого. И в день, когда зло придет в наступление, у тебя есть возможность побеждать. Понимаете? Что говорят большинству людей? Если человек предал один раз, он тебя предаст еще раз. Выброси его из своей жизни. Это не щит веры. Вера говорит противоположное. Она дает шанс. Она действует. Понимаете, друзья? Вера действующая, а любовь никогда... Она все переносит. Она всего надеется. Она думает самое лучшее о каждом человеке. Она не мыслит зла и так далее, и так далее, и так далее. А у меня что-то по старому, как-то щит маленький, на кулак не налазит. Конечно, не налазит. Конечно. Что им надо пользоваться было до войны. Следующий, 17 стих, смотрите, еще. И шлем спасения возьмите. Что такое шлем спасения? Это когда ты одел на свою голову этот шлем, и ты понимаешь о том, что, послушай, везде суббота, у тебя нормальный четверг. Ты понимаешь о том, что ты спасен. Ты понимаешь о том, что в этой жизни нету этого страшного. Нет. Ты не переживаешь об этом. Ты не волнуешься об этих вещах. И меч духовный, который есть в Слово Божье. О, у меня где-то была Библия. Кстати, когда ее нужно читать, Библию? Знаете, я вам открою страшную тайну. На передовой, оказывается, я не знал, оказывается на передовой абсолютно все читают. И неважно, даже атеисты ее читают. Вы удивитесь, люди атеисты читают Библию. Мантру. Живущий под кромом Всевышнего подседения всемогущего покоится, говорит Господу приближище мое, сила моя, на которой, Бог мой, на которого я уповаю, не приблизиться ко мне, да-да-да-да. Они знают все, оказывается, эти стихи. До связи цей метода прийти, тварь святой воды. Бу! Будет воля Твоя, Господи, на земле, как мне. Бу-бу! Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Я это не утрирую, я вам реально говорю. Они говорят, мы все молимся. Все молятся до одного. Знаете почему? Да потому что в этот момент ты понимаешь, что Слово Божье это что? Меч духовный, которым ты можешь сражаться в этот момент. Потому что, послушайте, чем сражаться, когда ты слышишь? Чем сражаться? А у тебя в ответ палка и автомат Калашникова. Чем сражаться? И это твой духовный меч. Понимаете, друзья? Вот почему Бог говорит, он же мудрый, он же нас любит. И этот любящий Бог, еще раз давайте я вам прочитаю, что он сказал. Давайте еще раз прочитаю это место из Писания. Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им в тот день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолеть, выстоять. Кто из вас понимает, что в этом стихе Бог говорит о том, как Он нас любит, заботится, думает о нашем будущем? Он думает о том, как нам не проиграть в сложное время. Аминь. Смотрите, давайте я вам прочитаю еще одно место из Писания. Псалом 61, 2 глава, 4 стих. Псалом 61, со 2 по 4 стих. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Дальше. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Почему Давид говорит, что он не поколеблется? Псалмопевец почему говорит, что не поколеблется? Да он знает, кто его прибежище, кто его основание, кто его спасение, кто его упование. Он знает его, вы понимаете? А он не говорит, а что мне делать теперь? По сторонам посмотрят, а что делать теперь? А как жить? Как жить-то дальше? Вот как. Четвертый стих можно? Да коли вы будете налегать на человека, вы будете незринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Почему, друзья? Потому что люди, которые налегают на человека, они не понимают, что сражаются они, сражаясь с Детем Божьим, они сражаются не с человеком, а с Богом. Вот почему, друзья, выстоять, это еще раз, это не о твоей способности быть несгибаемым, а это о твоей способности признавать свое бессилие и нуждаться в Боге. И одевать его всеоружие. Только его нужно одевать когда? Пока все хорошо. Научиться в нем ходить, ходить с ним, с этим всеоружием. Итак, друзья, что произойдет, когда ты, все преодолев, устоишь? Четыре простые истины. Первое, ты станешь ближе к Богу. Кто понимает, что это приблизит нас ко Христу? Любая сложность приближает нас к Богу. Второе, друзья, ты утвердишься в истине еще больше. Правда же? Третье, ты станешь сильнее Богом. Бог делает тебя сильнее. И четвертое, ты станешь острым инструментом в его руках. Поймите, если мы с вами этого не поймем, если мы с вами по-прежнему будем бегать от проблем и пытаться построить жизнь с Богом, в которой не будет ни одной проблемы, я хочу вам сказать, друзья, однажды зло перейдет в наступление. Потому что как-то ящерица, она поймет, о, хозяин сдох, можно есть. Друзья, это серьезная история, реальная история, я не помню, как называется это, это что-то из типа варанов, вы поняли такого? То есть небольшая ящерица, поняли, она его цапнула, поцарапала, инфекция пошла, она за ним ходит и ждет, улыбается. Ждет и смотрит в глазки, слезки текут. А слюни тоже. И ждет, когда этот кусок мяса сдохнет. А он взял и выжил, понимаете? Не, я вам серьезно говорю, ну реальность такая. А человек, представьте, говорит, такая хорошая ящерица, так плачет обо мне, заботится, ходит за мной везде, не оставляет ни на секунду. А ждет, когда ты сдохнешь. Так же и зло, вы понимаете, оно ждет, когда ты ослабеешь, чтобы перейти в наступление. Итак, друзья, прочитаю вам стих, о котором сегодня чуть-чуть мы говорили, Римлянам 8, 28. Откройте Римлянам 8, 28, я заканчиваю. Притом, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Теперь у меня к вам вопрос, друзья. Так всем ли все содействует ко благу? Тем, которые любят Его. Тем, которые знают Его. Тем, которые сильны им. Им сложности содействуют ко благу. Какому благу они содействуют? Они делают их сильнее, они приближают их к Богу, они делают их сильным Богом, они делают их, друзья, умудряют в истине и делают острым инструментом в руках Божьих. Понимаете? Оказывается, друзья, не просто слава Богу за проблемы сказать, а нужно понять вначале, почему проблемы это хорошо. Итак, последний просто, друзья, секрет победы в любых обстоятельствах. Не полагайся на свои собственные силы, а осознавай свою глубокую потребность в Боге. И именно оттуда черпай свои силы. Только так можно, преодолев все, выстоять. Теперь, вы понимаете, почему я сказал вначале, вот этот стих, можно вернуть, пожалуйста, этот стих, то, с чего мы начинали? Возьми все оружие. Вы понимаете, почему я сказал, что этот стих, он фундаментальный с точки зрения христианской жизни. Он говорит не только о днях войны или о временах войны. Он говорит о всей жизни христианина. Вот почему мы как христиане молимся, вот почему мы читаем Библию, вот почему мы обрезаемся, вот почему мы грешим, мы встаем, мы каемся, и мы встаем, и мы дальше идем. Понимаете, друзья, вот почему христианская жизнь, она подвижная, она энергичная. Вот почему мы благовествуем, вот почему мы ходатайствуем, вот почему мы служим, вот почему мы двигаемся вперед. Понимаете теперь? Не потому что, друзья, так надо, а потому что Бог таким образом, друзья, хочет сделать каждого из нас сильнее собою. Аминь. Итак, тема проповеди, как звучит, друзья? Еще раз можно? Выстоять, преодолев все. Сколько баллов сегодня шторм, в который мы попали, как страна и как люди? Кто мне скажет? Девять? Я не в курсе. Я бы сказал семь. Пока. Потому что, друзья, если мы еще не умерли, значит, это еще не все. Кто-то скажет, ободрили нас прям сильно, пастор. Я просто хочу вам сказать, что это еще, возможно, не все, потому что Бог хочет нас сделать в этом сильнее. Я хочу вам сказать, друзья, мы не тараканы, но мы выживем. Аминь. Мы не тараканы, но мы выживем. И я вам хочу сказать, мы не просто выживем, мы станем сильнее с Богом. Давайте каждый склоним сегодня свою голову, и мы будем молиться. Помолитесь сегодня и скажи, Господь, просто я хочу, преодолев все, выстоять. Дай мне для этого мудрости, милости, если нужно, инструментов, все оружия, благодати, все, что хочешь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня пришли к Тебе. Мы здесь, пред Тобой, сейчас. Мы здесь, пред Тобой, Господь. И вот жизнь каждого из нас. Вот моя жизнь, мое сердце, мой разум, мои обстоятельства, моя семья, моя судьба, моя история, мои финансы, моя работа. Все, что есть в моей жизни, Господь, сейчас пред Тобою. Все, кем я являюсь, Господь, и что в моей жизни есть, Господь, вот оно пред Тобою. И я сегодня осознаю, Господь, о том, что я бессилен. Я реально, на самом деле, бессилен. Мне нужно Твое все оружие. Все оружие Божье. Оно нужно мне. Я нуждаюсь сегодня в нем. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал мне благодать и научиться им пользоваться. Дай, Господь, каждому из нас научиться разуметь и понимать о том, что жизнь – это не о том, как оградить свою жизнь от проблем, а жизнь – это о том, как научиться проходить с Тобой через эти проблемы, Боже. Во имя Иисуса Христа, я доверяюсь Тебе, Господь, и благодарю Тебя сегодня во имя Иисуса Христа. Я люблю Тебя, Господь, и я знаю, я знаю, что Ты слышишь искренне молитву сердца. Я знаю, Господь, что Духом Твоим Святым Ты проникаешь в сердца каждого из нас. Боже, твори сегодня, Господь, Твою работу в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, друзья. Слава Богу.